всем добрый вечер продолжаем марафон анатомии стройности через неделю мы уже будем подводить результаты и ну скоро уже конец сегодня я бы хотела к вам представить анну петрову это практикующий сертифицированный косметолог профессионал своего дела очень уважаю эту девушку обучаюсь у нее и предвкушение сегодняшней лекции я думаю она нам расскажет тему сегодняшнюю добрый вечер всем очень рада участвовать в этом мероприятии это так волнительно надеюсь мои знания вам помогут тоже в чем-нибудь принять какие-то решения для себя и сегодня наша тема будет про эстетические проблемы кожи вообще-то такая тема актуальная и она всегда всем нужна я сейчас презентацию включу секундочку вроде должно быть видно можно я немножко добавлю возьмите обязательно блокноты у анны всегда очень полезная информация все записывайте запись будет но все все равно все записывайте в эфире быть необходимо а также в конце у вас будет возможность задать а не вопросы спасибо ну давайте начнем не будем томить потому что тема на самом деле хоть и коротко изложена мной в презентации но я думаю вопросов будет большое количество поэтому вначале все таки я бы хотела поговорить про дряблась до кожи почему потому что многие из вас на пути именно своего как бы к телу своей мечты сталкиваются с тем что где-то кожа обвисает а где-то она ну совсем совсем дряблая становится вроде бы и правильно питание соблюдаем вроде бы все как бы как должно да но а кожа почему-то дряблая почему так происходит и вот в этом надо разобраться чтобы опять-таки не разочаровываться не отчаиваться да и не считать что вы как бы что-то делаете неправильно нет это не так почему вообще происходит обвисание кожи да ну если смотреть на самый простой стандартный пример это набор веса либо снижение веса то есть кожа растянулась кожа назад как бы не собралась сразу да то есть чтобы кожа вернуться в свое привычное состояние в то самое когда вы такие подтянутые упругенькие худенькие ей нужно время соответственно когда мы сбрасываем вес наша кожа за нами просто не успевает если мы ей не помогаем это касается всех участков нашего тела начиная от лица там бедер живот и так далее да то есть где мы больше всего встречаем вот эти вот проблемы это все таки живот бедра и еще у многих кстати кто неправильно сбрасывает вес я не люблю слово похудение мне кажется похудение это как будто бы как худо звучит а вот сбрасывание это уже как-то мы избавляемся от чего-то лишнего вот так вот те кто сбрасывают вес многие сталкиваются с тем что когда уходят лишние килограммы и уходит упругость кожи на лице то есть соответственно это приводит к тому что человек становится ну скажем более морщинистым и возраст сразу подает скачок на несколько лет вперед вот чтобы такого не происходило да я никому не рекомендую никаких экстремальных похудений никаких экстремальных диет там в кратчайшие сроки особенно голодовки или что-то что не содержит до правильных компонентов там углеводов белков и жиров то есть наша лекция она сегодня взаимосвязана с теми предыдущими лекциями которые вы уже получили от других экспертов и поэтому если вы не соблюдаете правильное питание если вы не соблюдаете как сказать правила которые нам необходимы для поддержания нашего гормонального фона для общего здоровья то кожа скорее всего будет обвисать и на выходе да вы сбросите вес вы получите цифру своей мечты но по факту лицо начнет обвисать она начнет морщиниться и внешний вид не будет привлекательным и самое ужасное появятся такие знаете круги под глазами впалые круги как синяки вот вот это вообще очень непривлекательно вот чтобы такого не было да мы должны следить обязательно за всеми пунктами которые нам помогают сбрасывать вес правильно соответственно здесь мы уменьшаем риск того что наша кожа будет дряблой или будет обвисшая вот посмотрите вот здесь на картинке девушка это блогер я сейчас к сожалению не вспомню имя я взяла эту фотографию в интернете для того чтобы показать да то здесь было как раз таки сбрасывание веса скорее всего на очень много весело и ее кожа просто не собралась тот в то состояние которое как бы должно быть первоначально да то есть вот такая вот картиночка и мы видим что какое большое количество кожи обвисло то есть это конечно очень очень беспокоит многих так вот чтобы такого не происходило в период когда вы занимаетесь тем что сбрасываете вес нужно активно ухаживать за своей кожей в том числе уделять ей такое же внимание как вы уделяете своему питанию до своему здоровью сну активности в течение дня потому что это очень важно потому что как только уменьшится объем вашего тела кожа не поспеет за объемом тела и она скорее всего начнет чуть-чуть свисать и примерно понадобится около шести месяцев для того чтобы вернуться первоначальное положение так вот за вот этот период 6 месяцев почему важно не останавливаться когда вы достигли определенного веса важно не останавливаться дальше да важно опять-таки поддерживать правильное питание активность для чего для того чтобы вот это вот ваша кожа которая казалась как бы лишней она собралась и приобрела свой первоначальный вид но опять-таки мы это говорим о тех людях у которых конечно большое количество лишнего веса если же у вас в среднем лишний вес не превышает пяти там трех четырех килограмм то скорее всего с такой проблемой вы не столкнетесь да как на фотографии у девушки чаще всего вот это вот проблема дряблости и обвисшей кожи возникает когда сбрасывание веса происходит более чем на 10 килограмм либо это происходит очень стремительно и очень быстро то есть за какие-то совсем короткие сроки да там девушки буквально голодают в течение двух недель для того чтобы там сбросить 10 или 8 килограмм вот ну вот я много слышала про корейские диеты вот примерно это из той пьесы вот так хотела сказать какие факторы влияют на то чтобы наша кожа была все таки упругой да это питание само собой питание про него очень много говорим на марафоне у вас специальное меню сбалансированное это все для того чтобы кожа не испытывала стресс стресс и недосып ну вот этот фактор он в целом очень плохо влияет на организм и многие врачи из наши специалисты уже об этом говорили на на предыдущих лекциях то что стресс и недосып это один из таких важных триггеров которые помогают вам снижать вес то есть если есть стресс то скорее всего вес не пойдет вниз да если есть недосып то скорее все опять-таки будет обратная ситуация то же самое с кожей кожа точно так же реагирует как и весь ваш организм на стресс все что происходит с вами в течение дня весь ваш стресс он отражается на нашей коже чем больше стресса тем быстрее вы стареете тем быстрее ваша кожа подвергается именно увяданию дать им быстрее у вас появляются морщинки теряется цвет теряется упругость теряется вообще в целом здоровый вид и качество кожи меняется низкая физическая активность как бы сказать что какая взаимосвязь да между там упражнениями и кожей на лице либо кожа на тело но кожа кожа на теле и упражнение это понятно прямая связь а вот лицо и упражнения многие думают что это не зависит да то есть можно заниматься физически с физической активностью и при этом ну не уделять там внимание своей коже на лице или можно вообще не заниматься и при этом иметь отличную кожу на лице вот я считаю что опять-таки нельзя делить да лицо и тело если мы говорим про физическую активность если опять-таки вы не занимаетесь спортзале нужно много ходить нужно дышать воздухом для чего потому что все это повышает тонус нашей кожи как на теле так и на лице все у нас взаимосвязано соответственно у вас будет меняться цвет лица то есть первое изменение которое вы заметите спустя определенное время вашей программы по снижению веса это именно изменения на вашем лице если вы делаете все правильно лицо будет подтягиваться вы будете молодеть она будет приобретать такой здоровый оттенок и вас будут разглаживаться морщинки в том числе если же что-то не так где-то вы пренебрегаете советами то скорее всего может пойти небольшой но обратный эффект и здесь вы будете уже конечно стрессовать от того что какие-то изменения происходят на лице которые вас не удовлетворяют но я считаю что буквально небольшая корректировка вашего опять-таки образа жизни и все это вам поможет вернуть вашу кожу в первоначальный ее вид или в то ну как бы в то состояние которое вы для себя прогнозируете в то самое идеальное состояние опять-таки нарушенный гормональный фон предыдущая лекция была безупречно про гормоны поэтому я не буду разговаривать сегодня про гормоны пару упомяну которые влияют на нашу кожу но в целом я считаю что на предыдущей лекции было все просто раскрыто от а до я ну и такой второстепенный фактор это отсутствие увлажнения да если кожу не увлажнять она конечно же очень сильно высыхает и когда вот она высыхает то она более склонна к дряблости и к обвисанию это касается как кожи тела так и кожи лица но с лицом немножко другая ситуация там увлажнение до первых факторов да а с телом чуть чуть иначе потому что на теле у нас кожа плотнее чем на лице соответственно на теле кожа может как-то еще более дольше выдерживать отсутствие увлажнения чем кожа на лице вот но тем не менее если вы увлажняете кожу на теле то скорее всего вы избежите вот этих вот неприятных последствий как дряблость или появление растяжек опять-таки или обострение целлюлита и так далее но мы сейчас вами разберем растяжки и целлюлит и прочие дефекты здесь мне хотелось бы поговорить про гликацию это очень важный момент и я всем советую уделять внимание именно это этому термину потому что многие пренебрегают да и употребляют сахар как бы во время сбрасывания веса то есть самый важный фактор который влияет на дряблость ну то есть на упругость вашей кожи на ее молодость это процесс гликации с моей точки зрения почему потому что раньше об этом так много не говорили нам не рассказывали то что коллаген он связывается с сахаром и потом разрушается и за счет вот этой именно проблемы патологического процесса происходит изменение нашей кожи ее структуры но также нам не объясняли что эти изменения они необратимы поэтому очень важно понимать как вы соблюдаете правильное питание то есть входит ли ваш рацион продукты с быстрыми углеводами да то есть некоторые считают что достаточно придерживаться например калорийности там в 1200 калорий которую вы рассчитали для достижения своей цели и все и что вы съедите внутри этих 1200 калорий не важно да то есть там кусочек конфетки или там кусочек мармеладки и так далее но на самом деле для кожи это важно если вы будете в эти 1200 калорий помещать только сладкие продукты у вас сразу же это все отразится на коже то есть она будет более рыхлая появится морщинки появится пигментация даже в том числе и появятся такие необратимые изменения как разрушение коллагена то есть а при взаимодействии опять-таки сахара с коллагеном у нас как бы останавливается выработка коллагена либо этот процесс удлиняется и происходит такое гликостарение то есть это один из типов старения которые сейчас выделяется современной косметологии помимо вашего биологического старения кожи да то есть годы идут вы как бы стареете кожа стареет фотостарение это когда мы стареем за счет влияния солнечных лучей или ультрафиолетового излучения и вот теперь еще есть такой термин как гликостарение это как раз таки сахар и вот вот эти вот варианты как фотостарение гликостарение они не зависят от возраста чем больше потребляете сахара например с 20 лет тем быстрее стареет ваша кожа тем быстрее на ней будут появляться морщинки тем быстрее она будет выглядеть несвежей что подразумевать под словом несвежая тусклая то есть такой желтоватый оттенок неприятный да то есть на коже и многие приходят потом в кабинет косметологу и говорят а можно что-нибудь сделать с лицом чтобы она выглядела красивее чтобы кожа сияла чтобы я вот сделала такой вот такую фотографию и вот у меня естественное сияние естественный оттенок на лице можно но это будет временно то есть если опять-таки не поменять до свои пристрастия к сладкому все это будет абсолютно временный результат и чем старше вы будете становиться где-то 35 годам далее после 35 лет вот этот процесс он еще быстрее запускается в организме и он к сожалению не обратим его можно уменьшить за счет того что вы будете придерживаться правильного питания и ну как-то уменьшает до потребления именно вот этих быстрых углеводов однако процесс уже запущен и к сожалению коллаген начинает разрушаться то есть когда в первый раз я вообще узнала про гликацию я была немножко в шоке то есть получается мы как бы намеренно разрушаем наш коллаген нашу структуру кожи и намеренно сами себя ставим вот ну я думаю что это пища для такого как бы осознание для каждого из вас то есть и потом решение уже каждый сам принимает тем не менее конечно же можно в рамках бжу до ежедневных белков жиров углеводов потреблять какие-нибудь вкусняшки сладкие приготовленные правильным путем там на сахарозаменителях на той же стевии и так далее но я думаю это не тема сегодняшней лекции вот и вы сможете эту информацию все либо повторить из предыдущих лекций либо сами посмотреть почитать где-нибудь из других ресурсов вот и так коллаген теряет эластичность он обновляется с трудом и ускоряется процессы старения то есть это и есть процесс гликации если мы уменьшим простые углеводы мы как бы замедляем этот самый процесс и нашу нашей кожи позволяем чуть быстрее обновляться да то есть коллаген начинает лучше вырабатываться и вот здесь на картинке посмотрите вот здесь вот где девушка в красной футболке это девушка которая сидела на диете при этом употребляла сладкое то есть она тут кушала по моему простые углеводы но в рамках калорийности то есть у него там была задачка по моему 1300 калорий что ли употреблять вот и потом ей предложили провести эксперимент то есть она достигла да там определенных своих желаемых результатов и предложили полностью исключить сахар вот она исключила этот сахар и посмотрите результат то есть кожа начала подтягиваться ну конечно не за один-два дня да но результат сам говорит за себя то есть если она бы продолжила опять-таки сбрасывание веса с употреблением сахара и у нее был продолжился будет этот процесс обвисание кожи то есть на выходе бы она получила как бы отсутствие ну скажем так жира да но при этом кожа бы осталась и вот это вот кожа бы собралась будет в такого вот морщинистую в морщинки такие бы собралась а потом бы ее пришлось бы убирать уже конечно будет более какими консервативными методами как лазерной шлифовкой и так далее то есть справа мы видим то что отсутствие сахара да в рационе позволяет нам подтягивать кожу и сбрасывать вес менее болезненным путем так скажем вот он сам процесс гликации как он выглядит то есть слева мы видим здоровый коллаген молодая кожа мы знаем что у нас коллаген это самый важный наш белок который отвечает именно за упругость кожи это прочность нашей кожи есть еще эластин который отвечает именно за эластичность до кожи вот но коллаген и он очень важен соответственно когда у нас в организме появляется токсичный сахар смотрим на экран что происходит он начинает разрушаться грубеть и вот вот это вот все приводит к старению к быстрому ну и соответственно у вас появляются морщинки и появляется такое сахарное лицо то есть тусклый цвет морщинистая не соответствующая вашему возрасту публикация и кожа лица но это конечно же тоже очень важно дает то есть как я уже сказала это третий вид старения если же конечно же вы очень любите сладкое то вы можете заметить что годам 40 45 но иногда 50 происходит такие изменения на лице хрупкие и ломкие сосуды то есть начинает выступать сосудистая сеточка ее становится все больше и больше видно а многие приходят и говорят у меня кожа склонная к упирозу а почему так происходит ну наверное надо будет пересмотреть свои привычки в питании да в том числе помимо ухода за лицом морщинки и тусклость появляется теряется упругость желтоватый тетенок лица я опять таки уже говорила об этом да снижается регенерация то есть выработка коллагена начинает удлиняться если раньше например это происходило в рамках регенерации срока регенерации кожи да то теперь это будет все больше и больше и больше занимать времени соответственно чем дольше у вас обновляется коллаген вырабатывается коллаген тем быстрее происходит старение ну кожа начинает проваливаться появляются такие канавки эти канавки называются у нас морщинками происходит истончение у вас появляется шелушение постоянно сухо на лице и кожа начинает реагировать на любые косметические средства очень остро прям вот остро то есть чтобы вы не подобрали для себя вам это не подходит такие люди обычно приходят и говорят мне ничего не подходит вот чтобы я не использовал мне ничего не подходит у меня на все высыпание мне на всю реакцию у меня там сосуды сразу обостряются и все в общем краснеет и вообще такая реакция мне не нравится вот чтобы я не использовалась я там пользуюсь бипонтеном либо детским кремом больше мне ничего не подходит опять-таки почему да нужно смотреть во внутрь организма в том числе смотреть на привычки человека если же употребление большого количества опять-таки простых углеводов то причина всей этой ситуации объясняется как на ладони вот достаточно только сесть на на диету на правильное питание уменьшить потребление и как у вас кожа начнет реагировать иначе то есть вот эта чувствительность начнет снижаться и раздражение начинает становиться будет меньше я если честно девочки чат не вижу поэтому если вдруг много вопросов никого не тормозить пока пока вопросов нет все внимательно слушают думаю все записывают очень интересно они класс касается процесса гликации и про этот процесс хотелось рассказать потому что я думаю что в дальнейшем когда уже закончится даже марафон когда вы будете уже сами продолжать снижение веса до желаемого результата вы каждый раз будете вспоминать про гликацию и то как она влияет на нашу кожу то есть это очень токсичное влияние да то есть сахар просто убивает наш коллаген и как я уже сказала это третий вид старения нашей кожи к сожалению в нашем мире сейчас в данный момент вот этот третий вид он все больше и больше набирает оборотов то есть люди начинают стареть от потребления сахара все быстрее и быстрее и я уже не затрагиваю те аспекты здоровья нашего организма на которые ну конечно же сахар очень плохо влияет вот если опять-таки послушаем предыдущие лекции про гормоны тоже говорилось про сахар и про его пагубное влияние вот для того чтобы сохранить нашу кожу красивой молодой уменьшаем потребление простых углеводов да то есть совсем если не можете себя лишить вкусняшек сладких ничего страшного да но уменьшить потребление можно я думаю стрии и растяжки опять-таки кто подвержен стриям и растяжкам люди которые любят сладко или люди которые скажем кушают его умеренно вот первый первая категория людей конечно же будет больше подвержена стриям и растяжкам почему потому что разрушение коллагена происходит гораздо быстрее у сладкоежек и есть вот люди которые сладкому очень равнодушно относятся и в принципе придерживаются всегда правильное питание заметьте да состояние их кожи то есть когда они набирают вес либо резко его теряют то на коже практически не появляется растяжек и они это объясняют наследственностью да можно выделить наследственный фактор то есть склонность к растяжкам либо до отсутствия опять-таки за счет выработки коллагена то есть у кого-то просто наследственно может быть сам процесс выработки коллагена быть немножко хуже чем у другого человека вот но это не один из главных факторов да то есть все таки больше мы создаем вот вот эту вот подверженность к стриму к растяжкам сами тем что не соблюдаем правильное питание опять-таки я сама грешу я люблю сладкое несмотря на то что я это все знаю и старая себя ограничивать но к сожалению у всех бывают слабые стороны в том числе и у меня и так причина появления стрета значительные колебания веса вот сейчас кто резко начнет сбрасывать вес может заметить появление некоторого количества растяжек стоит ли бить тревогу стоит почему потому что растяжки это тот самый дефект кожи который очень трудно исправить если они уже появились поэтому если вдруг вы заметили у себя растяжки на коже работать с ними нужно немедленно то есть не ждать да пока они там превратятся в более старый вид трубцов да и будут уже таким совсем-совсем плотные то есть лучше начинать с ними работать в самом начале когда они только-только начали проявлять себя когда вот эта вот ширина их еще не совсем большая и они еще не совсем такие длинные но их и не и не больше там 1 2 там или трех вот конечно же если происходят гормональные изменения то тоже бывает склонность к растяжкам но здесь конечно вам поможет эндокринолог либо специалист который вам поможет разобраться с вашими гормонами да то есть здесь нужно определенный список гормонов проверять и обращаться конечно же за врачебной помощью в том числе вот механизм образования растяжек таков что у нас вот в дерме дерма это наш второй уровень это второй слой нашей кожи те кто у меня обучался они знают даже что у нас кожа состоит из трех слоев первый слой это видимый слой осезаемый тот который можете потрогать посмотреть на него в целом вы его видите снаружи есть у нас второй уровень это дерма то есть там у нас все сосуды там у нас вырабатывается коллаген там у нас гиалуроновая кислота своя там нас эластин то есть такой вот водный матрас где каркас у нас коллагеновые волокна и эластиновые волокна а заполнена гиалуроновой кислотой так вот как появляются растяжки когда у нас разрушается коллаген на уровне дермы то происходит такой разрыв коллагеновых волокон. За счет вот этого разрыва получается рубец, который вы видите на поверхности вашей кожи. То есть на картинке, если посмотрите, вот так выглядят растяжки, это уже рубцы. И их, конечно же, вернуть в первоначальный вид очень сложно. Вот просто очень сложно, потому что как шрам, можно так сказать. То есть это есть шрам. То есть кожа уже получила разрыв в этом месте и вот такой вот след остался. Почему опять-таки происходит? Беременность один из главных факторов. То есть во время беременности у нас большие изменения в организме, плюс у нас растет животик, кожа у нас не поспевает. Соответственно, бывают разрывы коллагеновых волокон, появляются растяжки. Как я опять-таки сказала, гормональные изменения и, конечно же, значительная потеря веса, либо его постоянное колебание, это вот как раз относится к тем людям, кто у нас к качели, на диете сидят. То сбрасывают вес, то набирают, опять сбросили, опять набрали, опять сбросили, опять набрали. У таких людей будет большое количество растяжек, где бедра, задняя поверхность бедра, боковая часть бедра, то есть опять-таки животик, возможно, слегка будет задействован, руки, грудь. Как избавиться от растяжек? Мы, конечно, поговорим до конца, опять-таки это будет сложно сделать, но лучше всего их предупреждать, потому что потом реально очень сложно будет избавиться. Как я уже сказала, свежие растяжки, они лучше поддаются к коррекции, то есть если вы сразу пойдете их корректировать, например, к специалисту, который этим займется, то есть косметолог по телу, возможно, то вам могут их сразу откорректировать, то есть буквально там пошлифовать, простимулировать выработку коллагена в этом месте и каким-то образом они будут все меньше и меньше и меньше становиться. Популярные методы в косметологии это опять-таки лазер, шлифовка холодной плазмы, я лично занимаюсь шлифовкой холодной плазмы, мезотерапия, химические пилинги, микронидлинги всякие, то есть методов по борьбе с растяжками, то есть даже не по борьбе, а по их уменьшению огромное количество, то есть зайдя в любой косметологический центр, вам выкатят список, то есть на ваш карман, как говорится, что вам подойдет, но удаляться ли они до конца, это еще не факт, появятся ли они снова, возможно, то есть если вы опять-таки не пересмотрите свой образ жизни, не будете заниматься какой-то физической активностью, то скорее всего да, появятся они снова, плюс еще девушки, которые опять-таки планируют беременность, гораздо больше склонны к растяжкам, чем обычные девушки, не планирующие беременность. Так, профилактика. Стабильный вес. Поддерживать стабильный вес, конечно, сложно некоторым, некоторым вообще нетрудно, но желательно его поддерживать. Вот многие говорят, вот я несмотря на то, что худая, но все равно у меня есть три. Почему? Опять-таки это нужно смотреть, в каком состоянии у нас вообще упругость кожи, в каком состоянии у нас коллаген. Если коллаген у нас разрушается, если у нас он никак не возобновляется, ну то есть в те стандартные нормы, которые ему положены, то, соответственно, растяжки будут появляться. Поэтому не всегда бывает так, что именно у тех, у кого лишний вес имеются растяжки или у тех, у кого кожа сильно, например, растягивалась за счет роста животика во время беременности появились эти растяжки. Бывает так, что и очень худенькие бывают растяжки, и они точно так же с этой проблемой живут и с этим дефектом пытаются справляться. Тем не менее, если у вас все-таки нет растяжек, и вы хотите предупредить этот дефект, вам буквально нужно заниматься спортом, вести активный образ жизни. Хорошо не получается заниматься спортом, делайте 10 тысяч шагов в день. Контрастный дождь, кремы с комплексом витаминов. Если мы говорим про тело, то крем должен быть жирный. Именно жирный, богатый, питательный, чтобы он вас очень хорошо увлажнял. Вы можете провести какой-то ритуал с контрастным душем, затем нанести этот крем, и тем самым вы даете своей коже тонизацию, повышаете микроциркуляцию ваших капилляров, улучшаете трофические функции, то есть питание приходит, подводите к самым таким участкам вашей кожи, где это необходимо. И за счет качественного увлажнения вы не даете коже пересыхать, соответственно не даете ей нарушать свой эпидермальный барьер. На поверхности нашей кожи есть такая пленочка, невидимая нашему глазу, называется эпидермальный барьер. Так вот, когда у вас кожа шелушится, это значит, что он у вас нарушен. И когда нарушается эпидермальный барьер, и у вас появляется сухость, соответственно, больше рисков и больше вероятности того, что начинается разрушение коллагенов в дерме. Ну, потому что как бы ваша крыша вскрыта, и все, что под крышей, доступно в вашей внешней среде, да. Соответственно, все токсины, все воздействия внешней среды начинают туда проникать и ухудшать качество выработки нашего коллагена. Поэтому поддерживать кожу в увлажненном виде тоже важно, в том числе, как профилактика против острий и растяжек. И важный момент тоже такой БАДы. Коллаген в БАДах. Многие считают, что коллаген в БАДах, если его употреблять вовнутрь, он не дает эффекта. Не накапливается и не дает никаких результатов, видимых, как бы с вашей кожей. Это не так. То есть коллагену тоже нужно, когда вы принимаете его в БАДах, определенное время, во-первых, чтобы накопиться в вашем организме, во-вторых, он очень быстро выводится, да, вот. И поэтому принимать его нужно на постоянной основе, как профилактику дряблости, профилактику обвисания кожи, профилактику тех же стрий. Почему? Потому что ваш собственный коллаген может вырабатываться чуть-чуть дольше. И если мы добавляем коллаген извне, то есть мы как бы помогаем нашему организму в том числе. Коллаген для кожи полезен первого и третьего типа. То есть если вы покупаете коллаген второго типа, то, скорее всего, вы не увидите результатов на коже, но заметите явные результаты с вашими суставами, потому что второй тип – это у нас для суставов, а первый и третий тип коллагена – это у нас как раз-таки для нашей кожи, для красоты. Вот у нас у атома как раз-таки коллаген первого и третьего типа. Поэтому всем советую рассмотреть как свою постоянную добавку периодически. Так, здесь хотела вам картинку показать. Посмотрите, вот как выглядит стрия, да? То есть видите, такая канавка. И вот видите, такие черные волокна, они оборвались. Вот эти вот черные волокна – это в данном случае коллаген. И когда вот коллаген урвется, появляются как раз-таки рубцы, появляются стрии, по-другому растяжки они называются. Соответственно, за выработку коллагена нужно, конечно же, нашему организму помогать, да, бадами и нормальным образом жизни, ну, то есть правильным образом жизни. Еще одна проблема, которая волнует каждую девушку – это целлюлит. Ну, скажем, не каждую, но 85% женщин с этим сталкиваются. И 85% женщин, которые с этим столкнулись, думают, что если они один раз избавились от целлюлита, то больше он к ним не вернется. То есть на самом деле это не так. Целлюлит – это вообще, можно сказать, как болезнь. То есть сейчас мы в косметологии, косметологи рассматриваем это именно как болезнь кожи, да, болезнь подкожно-жировой клетчатки. Почему так? Потому что происходят структурные изменения в гиподерме. Гиподерма – это у нас подкожно-жировая клетчатка. Это наш третий уровень нашей кожи. Кожа у нас состоит из трех слоев. И вот самый последний слой – это как раз-таки подкожно-жировая клетчатка, которая выполняет роль депо. Депо как полезных всяких компонентов и ингредиентов, веществ и так далее, так и токсин в том числе. Так вот, если вот эти вот токсины превышают свое количество в нашем депо, то у нас происходят изменения, структурные изменения в гиподерме, которые нарушают нормальную циркуляцию крови и лимфы. И происходит что? Происходит задержка жидкости, происходит отек тканей, появляется вот такой эффект запирания жидкости вот в этих подкожных слоях, да? Формируется такой уплотненный слой, похожий на апельсиновую кортку. Ну и кожа теряет свою эластичность, к сожалению. Как вообще с этим можно бороться? Ну я, во-первых, скажу, что бороться с этим можно, да? То есть это не так, как со стриями, что стрии, если бы до конца, как бы очень сложно убрать, то с целлюлитом упорство и труд все перетрут. То есть главная дисциплина. И вы можете вполне вернуть своим ножкам или тем местам, где у вас имеется целлюлит, упругость, гладкость и вообще прям такое идеальное состояние. Главная как бы дисциплина в этом всем. Итак, смотрите на картинку. Вот так вот выглядит у нас гиподерма. Это вот такие вот шарики, подкожно-жировая клетчатка. Видите? Здоровая кожа, вот слева картиночка. Вот сосуды, они сейчас выглядят именно как нужно. То есть это здоровые сосуды, здоровая картина. И сверху рельеф кожи, вы видите, гладкий. Когда происходит задержка токсина, нарушается вот этот процесс, кожа начинает все это в себе копить, 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 копить внутри, происходит изменение вот такого характера. То есть вот эти вот клеточки, шарики, они начинают надуваться и увеличиваются в размерах. Причем они могут увеличиться в размерах в несколько раз, да, даже больше, чем их собственный размер в несколько раз. Вот представляете масштаб? Соответственно, когда они увеличиваются, происходит давление на сосуды, на капилляры и нарушается микроциркуляция. Нарушается трофика, да, то есть ткани, кожа теряет свой цвет, теряет упругость, замедляется выработка коллагена. Ну и в целом начинает выглядеть именно вот как вот апельсиновая корка, а иногда еще начинает обвисать, и в общем это не совсем все эстетично. И первым делом девушки что делают? Бегут к косметологам, говорят, помогите мне справиться с вот этим вот всем. Но для того, чтобы с вот этим вот всем справиться, нужно понимать природу этого появления, да, этой причины. Вот, когда мы понимаем, что все-таки токсины копятся внутри, и токсины, которые, ну что такое токсины? Для нашего организма это опять-таки сахар, это опять-таки трансжиры, это простые углеводы, это что может быть, это газировка, это все, что не относится к определению правильного питания. Это все у нас сдерживается в нашей подкожно-жировой клетчатке, оседает там, копится годами, годами, и может годами оттуда не выходить. Вот эти вот клетки, мы их называем адипоциты, то есть медицинским термином, да, они сами по себе не плодятся. То есть если другие клетки у нас регенерируют, размножаются, то вот эти вот клеточки, нет, они не становятся больше именно в количестве, они становятся больше именно в размерах. То есть их как бы раздувает как шар все больше и больше и больше, и вот все больше они там накапливают токсины. Я вам скажу такой интересный факт, что сами вот эти клетки, они живучие и страшно, они живут до 10 лет. Вот представьте, что 10 лет они могут быть в таком состоянии и копить там эти токсины, да, то есть они не умирают, не погибают, в семье ничего не происходит, они очень живучие и очень долго могут жить и вот быть в таком состоянии. Поэтому если у вас есть проблемы с целлюлитом, то здесь, конечно же, нужен комплексный подход, об этом мы сейчас поговорим. Вот сейчас переключим. Ну вот эти вот методы уменьшения эстетических дефектов, они будут относиться ко всем трем проблемам, да, в том числе, потому что нет такого, что можно было полностью какой-то комплекс процедур выделить, направленный вот только-только-только на уменьшение эстрии или только-только-только на уменьшение целлюлита. В принципе, если вы все это вместе делаете системно, то вам это помогает избавиться и от дряблости, и от целлюлита, и в том числе уменьшить свою склонность к растяжкам, да, либо уменьшить уже наличие каких-то свежих проявленных растяжек на вашей коже. Вот. Про правильное питание говорить не будем, да, опять-таки, очень много об этом говорим во время марафона, и все знают плюсы правильного питания. Бады. Бады, конечно же, потреблять нужно, да. Про бады, я думаю, тоже была лекция, очень качественная и полезная. Вот. Массажные техники. Я сегодня с вами буду говорить про массажные техники. То есть мы уделим внимание именно телу, потому что во время снижения веса тело, конечно же, больше все-таки подвержено различным изменениям, чем лицо. Вот. И массажные техники для тела сегодня будут важнее, чем массажные техники для лица. Тем не менее, если вам будет интересно поговорить про массажные техники для лица, возможно, когда-нибудь я проведу, опять-таки, вебинар по вашему запросу. Так. Хотела рассказать вам про классный прием. Вот этот вот контрастный душ с применением варежки для душа, он помогает держать вашу кожу в тонусе 100%. Это, конечно, не быстрая методика. Вот вообще вот все, что написано слева, это то, что вы можете сами в домашних условиях делать. Вам не нужны специалисты, вам не нужен косметолог в данном случае. Вы можете это сами ежедневно делать на постоянной основе и получать расслабление, тонизацию, улучшать микроциркуляцию вашей кожи. И в целом чувствовать себя лучше. Главное, не лениться. Правая часть – это то, что предлагает нам косметология сейчас для того, чтобы уменьшить целлюлит, ну и как-то подправить качество вашей кожи на теле. Это различные аппаратные методики, то есть для повышения упругости. Вы знаете, ЛПГ-терапия, когда проводят лимфодренажный массаж при помощи определенного аппарата, надевают такой костюм и начинают водить по вами специально манипулы для того, чтобы улучшить лимфодренажный отток. Но опять-таки дома вы тоже можете это делать все сами руками. Просто, конечно же, с той силой, которой это делает аппарат, это сложно повторить руками. Тем не менее, если дома делать регулярно это все, то я думаю, что вы добьетесь результатов гораздо лучше, даже если это будете делать на постоянной основе. Потому что ЛПГ-массаж, к примеру, ну 10 сеансов, да, то есть 10 сеансов прошло. Дальше, если вы ничего не изменили в своей жизни, не поменяли свои привычки в питании, то опять все-таки вернется и дряблость вернется, и опять-таки вернется целлюлит. Вот. Вакуумный массаж. Вакуумный массаж аппарат тоже очень действенный. Но здесь надо понимать, что у вас не должно оставаться синяков на теле. Вот это вот вообще поголовная какая-то истерия, когда приходят клиенты и говорят, что вот мне делали кавитацию, вакуумный массаж, рефлифтинг, и у меня оставались вот такие большие синяки на теле. Ну так не должно быть. Зачем? Зачем еще повреждать кожу, если и так уже в зоне целлюлита у нас нарушена микроциркуляция, нарушен кровоток, нарушен лимфодренаж? Зачем дополнительно повреждать там сосуды, да? То есть я немножко вот этого не понимаю, соответственно, я вообще против таких массажных методик, где остаются сумасшедшие синяки, и человек выходит, как будто бы в этом валенком избивали несколько часов подряд. Вот, нет. Соответственно, если вы делаете вакуумный массаж, делаете его у грамотного специалиста, и правильно, то он повышает отток лимфы и придает тонус вашей коже, да? И помогает поддерживать тот результат, который вы уже получили за счет, например, кавитации. Кавитация – это тот самый метод, который разбивает вот эти вот клеточки, и, ну, не то чтобы их разбивает, он выводит оттуда вот жидкость, вот эти токсины, да, через вашу лимфу. А вакуумный массаж дальше уже эту лимфу прогоняет, вот. Поэтому, опять-таки, да, смотрим на качество той услуги, которую вам предоставляют, и если все-таки вы пошли к косметологу, то старайтесь, чтобы вот этот массаж был все-таки без синяков, и дополнительной травматизации кожи у вас не случалось. Вот. Лазерные методики, и вот фибробласт лифтинг я написала, это те самые методики, которые нужны только в том случае, если все-таки снижение веса случилось, у вас вес стабильный, но при этом осталось большое количество кожи. Опять-таки, насколько оно большое определяет сам специалист, да, где он справится, где он не справится данными методиками. Но если это то, что в рамках данных процедур, то вот лазерные методики и фибробласт лифтинг помогают очень быстро, то есть там в короткие реабилитационные сроки, подтянуть обвисшую кожу. Вот. Многие идут на эти процедуры, потому что, конечно же, результат достаточно интересный получается и такой удовлетворительный. Вот. Но здесь есть, опять-таки, минус, потому что это ненадолго, да, то есть если вы возвращаетесь к привычному образу жизни, то, скорее всего, кожа, опять-таки, потеряет свою упругость рано или поздно, да, коллаген как разрушался, так и будет разрушаться, и обвисание будет продолжаться. Вот. Все очень взаимосвязано. То есть ваш образ жизни, качество вашей кожи, да, ваш домашний уход и те дополнительные процедуры, которые вы получаете в кабинете косметолога, их результативность, это все тоже, конечно же, зависит от качества вашего образа жизни. Вот. Инъекционные методики, ну, инъекционные методики здесь, ну, наверное, можно поговорить про липолитики, однако липолитики я не рекомендую. Не рекомендую, почему? Потому что, когда начинают вводить вот эти вот липолитики, то есть это специальное средство, которое расщепляет, да, жиры у нас, ну, то есть уменьшает количество содержимых вот этих вот шариков наших в подкожно-жировой клетчатке, и, ну, таким вот насильственным путем это все происходит, это все начинает вводиться в ваш лимфоток. То есть если ваш организм не готов, если вы не подготовились к этой процедуре таким образом, то есть вы не пересели на правильное питание, да, вы не начали больше двигаться, больших результатов не ждите однозначно. И самое большое негативное, что вы можете получить, как, в принципе, от кавитации в том числе, если во время инъекционных методик на уменьшение жировых отложений или кавитации на уменьшение жировых отложений вы не будете придерживаться диеты, вы можете посадить себе печень, потому что это все пойдет в печень. Все эти токсины пойдут в печень, и печень просто может не справиться с тем, что она, ну, как бы получит, да, то есть будет большой стресс. Вот, не все говорят о том, что во время вообще снижения веса у косметологов, а во время аппаратных процедур нужно обязательно придерживаться правильного питания, то есть это 100%, для того, чтобы избежать, в первую очередь, нагрузку на вашу печень, да, для того, чтобы вот все эти токсины вашу печень просто не отравили. Вот, имейте это в виду. Особенно те, кто любит ходить на кавитацию. Перчатки для душа. Действительно замечательные перчатки вообще ко мне попали. Получается, в начале марафона. Мне их Мика передала, и я очень счастлива. На самом деле, что я их получила. Вот сама бы, если честно, я бы долго на них смотрела, и думала, взять или не взять. На самом деле, это очень классное приобретение, потому что вы можете с ними делать столько различных процедур. Это просто обалдеть. Вот, и самое важное, что они помогают вам добиваться. Улучшает кровообращение, то есть микроциркуляцию в том месте, где вы их применяете. И это приятно, я вам честно скажу. То есть приятно массажировать свое тело в душе, а потом, когда вы выходите, вы получаете помимо такого тонизирования, то есть если вы очень хорошо чувствуете свою кожу, вы прям сразу почувствуете эффект. Вот. И отшелушивание. Это второе, что дают эти перчатки. Что такое отшелушивание? Это когда мертвые клеточки вашего поверхностного слоя кожи отмирают, но при этом они не отпадают. То есть они там остались и никак не хотят падать. И вот здесь вам нужны дополнительные методики, как скрабирование, перчатки для душа, возможно, щетка для сухого массажа, для того, чтобы помочь им упасть побыстрее. Зачем? Здесь вот работает, опять-таки, наш умный центр в головном мозге. Если мы не избавились от старого, то наш центр в головном мозге не дает сигнал на регенерацию, на стимуляцию к чему-то новому. Вот. Соответственно, нам нужно проводить отшелушивание кожи, для того, чтобы наш организм начал выработку новых клеточек, то есть начал процесс регенерации. Вот. Перчатки для душа для этого подходят идеально. Вы можете проводить ими как сухой массаж, кстати, так массаж в душе сам по себе. И даже можно лимфодренажный массаж делать, если, например, у вас... Сейчас покажу, есть гель для душа. Вот. Так. Вот эта картинка. Можете себе заскринить. Здесь показаны схемы того, как вы можете перчатками вводить по своему телу. То есть по стрелочкам, да, мы двигаемся сверху вниз. То есть, например, от шеи к ключице, да, сюда. Вот. Потом здесь мы делаем круговые движения определенные в области плечевого сустава, да. То есть от локтевого сустава к плечевому суставу мы по предплечью движемся вверх. Ой, да, что я говорю? По плечу движемся вверх, да. То же самое делаем по предплечью. И по вот местам, где у нас суставы, мы здесь круговыми движениями работаем нашей перчаткой. Помогает, опять-таки, простимулировать наш лимфоток, помогает нам токсины вывести. То есть те самые токсины, которые у нас накапливаются в подкожно-жировой клетчатке, они выходят у нас в лимфу, и мы помогаем вот этот лимфоток улучшать. Соответственно, также запускаем микроциркуляцию, кровообращение, да, и тем самым улучшаем качество нашей кожи. Но и помимо всего прочего, вы в целом улучшаете свое состояние, вашего здоровья, общего состояния вашего организма. Это приятная процедура, правда, занимает, ну, минут 10-15, в зависимости от того, конечно, как долго вы уделяете каждому месту внимания. Я вам всем советую запомнить, потому что вот эту схему можно применять и как уже во время душа, так вы можете, в принципе, ее применять и на сухом массаже в том числе. Если у кого-то есть вот эта вот щетина с бразильской щетиной натуральной, то в том числе можно по этим же линиям этой щеткой работать. Ну, вот здесь показана щеточка, это, конечно, не та щеточка с сухой щетиной, вот, тем не менее, такими же схемами, такими же движениями вы можете опять-таки перчатки использовать, можете использовать опять-таки свою бразильскую вот эту щетку сухую, да, вот, также можно использовать сухую перчатку, варежку, то есть вы можете прям вообще сократить свое время ухода и сделать сухой массаж двумя руками, то есть благо там две варежки, это на самом деле большой плюс, потому что во многих брендах всего лишь одна варежка, что не очень хорошо, вот. Соответственно, двумя руками можно сразу провести качественный сухой массаж, потом принять контрастный душ, это поможет простимулировать клеточки наши, да, поможет вам снизить, опять-таки, если у вас есть целлюлит местами, и в целом поможет вам кожу держать в тонусе. Те, у кого нет проблем, вы не думайте, что вам это не полезно, вам это тоже полезно, потому что это помогает вашу кожу сохранять более молодое и долгое время, как кожу тела. На лицо, пожалуйста, не применяем, ладно? Вот, так, еще один из таких домашних крутых методов – это баночка. Вот она вот так выглядит, купить ее можно в аптеке, стоит вообще копейки, по-моему, там 500 тенге. Вот, всем советую приобрести. Кто мучается с проблемой целлюлита, это вообще просто бомба. Вот, если чередовать день сухого массажа, день баночного массажа, день сухого массажа, день баночного массажа, плюс вы еще будете дополнительно ежедневно какой-то массаж там в душе проводить, вообще шикарно, да, эффект не заставит себя долго ждать девочки, вы честное слово. Вот эта баночка, она как присоска присасывается к вашей коже в том месте, где вам нужно ей хорошо поработать. И дальше вы используете вот такие вот движения, как на картиночке. То есть тут прям описание есть детальное, да, продольное поглаживание, поперечное поглаживание, зигзагообразное поглаживание, округообразное поглаживание, спиролевидное поглаживание. Можете использовать какое-нибудь разогревающее масло, то есть там с перчинкой, вот, для этой процедуры. И прям по самым проблемным зонам вот этими вот движениями проводить себе баночный массаж. Ну, если не хватает дисциплины делать это через день, можно делать, в принципе, и раз, там, два раза в неделю, да. Ну, или, на крайний случай, раз в неделю. Хотя бы что-то, чем ничего, вот. Результаты, правда, очень быстро появляются, очень быстро. Многие отмечают, что после баночного массажа целлюлит, ну, быстро уходит, если вы делаете это регулярно. Поэтому запоминаем баночку. Можно, в принципе, знаете, обычное масло взять, то есть массажное, какое дома есть. У меня было массажное масло, по-моему, детское, Johnson's Baby. И я иногда и его использовала. В принципе, ничего страшного нет. И еще такой лайфхак. Например, если у вас достаточно жидкий лосьон для тела, то есть, в принципе, вы можете взять лосьон от Атоми для тела. Вы точно так же можете массаж проводить и по этому лосьону. Просто до того момента, когда он полностью впитается, ну, и все, в принципе, да. По маслу просто вы дольше проводите массаж, а по лосьону, ну, чуть меньше, скажем, по времени. Вот. Лосьон быстрее впитывается. Но результаты тоже будут крутые. Вот, правда, крутые. Смотрим. Вот этот набор, он будет необходим. То есть, когда мы проводим контрастный душ, когда мы проводим сухой массаж, когда мы проводим дополнительное отшелушивание, да, если мы опять-таки делаем баночный массаж, то есть, и все это вы делаете перед тем, как пойдете там в душ, например, то после душа вам желательно обязательно увлажнить хорошо свое тело. Вот обязательно. То есть, здесь он поможет крем. Крем на основе масла шеи, да, мы смотрим, и он достаточно питательный. То есть, я бы даже сказала, что это как бодибаттер, то есть масло для тела. И вам это будет помогать поддерживать вот этот результат ваш, который вы добиваетесь, да, механическим путем гораздо дольше. То есть, чем суше кожа, тем меньше держится результат. Чем более увлажненная кожа, тем дольше вы сохраните те ваши усилия, которые, над которыми вы так, ну, как бы долго, да, трудились и работали. Вот, имейте это в виду. Ну, и, соответственно, на сухой коже, конечно, проблем больше появляется, чем на увлажненной коже. Поэтому после таких манипуляций с массажами, с массажными щетками, варежками, обязательно увлажняем вашу кожу дополнительно. У меня всё. Я сегодня старалась как можно быстрее всё это рассказать, потому что это такая тема, о которой можно говорить, в принципе, до утра. Вот, если у вас есть вопросы, можете мне задавать. Я готова на них отвечать. Сейчас я свечат включу, не вижу ничего. Да, Аня, спасибо. Очень крутая лекция. Я прям всё слышала так, с открытыми глазами. Здесь контакты Ани, вот номер WhatsApp, да, это и Instagram. Подписывайтесь на Instagram. Очень полезно и сторис тоже, и посты. Так, и давайте свои вопросы. Тут был вопрос, как заменять, чем заменять сахар. Вот ты говорила про стевию. Можно стевией заменять. Вот сахарозаменители, такие как аспартамы, я не советую, потому что это всё-таки химия, а стевия – это же природное растение. Поэтому стевия – самый итог. Если не знаете, где приобрести хорошую стевию, поищите на их орбитам. Большое количество разнообразия вообще сахарозаменителей, природных, именно натуральных. Так, Айкуля просит слайд с перчаткой. Сейчас. Пишет. Очень много благодарностей в чате. Супер лекция, очень много полезной информации. Как всегда, очень интересно. Спасибо за полезный зум. Спасибо. А делать перчаткой массаж нужно с применением масла, крема? Нет, не обязательно. Вы после… Сейчас я слайд включу. Смотрите, можно сделать такой протокол. То есть вы, например, взяли, одели сухие перчатки, по нашим линиям массажа поводили сухой перчаткой, ну, сколько смогли, да, не надо себе там тоже как бы изнурять массажем ежедневно. Вот. Дальше пошли в душ. Взяли опять с собой замечательные перчатки, нанесли гель для душа наш и поводили опять лёгкими массажными движениями по тем же схемам перчатками на нашем геле для душа. Смыли это всё, обсушились, да, и затем использовали наш крем, вот, для тела. Классно же? Пока ты рассказывала, я быстро сбегла за своей перчаткой. Да, сухой массаж я сегодня вот тоже прям посмотрела, ну, себе поделала, чтобы запомнить вот эти вот линии, по которым нужно ходить. Эти линии, заскрытие, вообще они очень полезны для домашнего использования. Также ещё после сауны, да, можно их использовать? Расскажешь? Да, можно и до сауны, можно и после сауны, можно и самой сауне в том числе. Почему бы нет, да? То есть особенно, когда мы идём в баню, у нас же поры раскрываются. То есть само по себе отшелушивание во время банных процедур улучшается, ну, имеет больше эффекта, опять-таки, потому что поры раскрыты, то есть вы гораздо лучше можете допустить процесс регенерации. Вот. Но после, когда вы выходите и уже остыли, пожалуйста, увлажняемся, да, потому что есть риск того, что кожа может высохнуть очень сильно. Да, увлажняться. Вот мне тоже нравится наш ультра-бади-рич крем. Ну, в Тубе он идёт, да, с российского сайта, в такой пластиковой баночке, с корейского сайта, потому что это более экологичный вариант. И, ну, в любом случае, он очень классно питает кожу. Вот у меня сухая кожа. И он прям хорошо увлажняет и быстро впитывается. Попробуйте тоже. И перчатки, да. Любимые. Так, есть ли вопросы? Здесь пока не вижу в чате вопросов. Сорбит, это что? Тоже сахарозаменитель какой-то? Да, это тоже один из видов сахара. Ну, вот стевия, это вот 100% натурального брена. Да. Стевию где можно купить? Ну, я на iHerb покупала. А так, в принципе, тоже. Продают, честно, там на полках. А, хорошо. Классно. Ну, будем заменять, да, потому что сегодня мы узнали про гликацию. Я в первый раз услышала о таком слове, что он разрушает наш коллаген. Это, конечно, взрыв был мозг. А Таня всегда вот от лекции, да, что ты узнаёшь, и у тебя шары вообще. Просто хотелось рассказать что-нибудь такое, чтобы сразу в памяти осталось, и в следующий раз, когда за булочкой потянулись уже, так нет, я старею, не буду. Классно, да, сахар. Мы и в меню у нас, да, сахара нет, и тоже стараемся заменять сахар. Или, да, наши БАДы тоже помогают. Вот кто-то говорит, спирулину ем, и вот это вот желание съесть сахар уменьшается. Или какое-то там желе какое-нибудь. Вина, чай, БЭР в том числе помогает, да. Вот, кстати, чай БЭР ещё, он же улучшает метаболизм в организме, обмен веществ. Тоже помогает ему токсины выводить. Вот, кстати, если целлюлит есть, то, в принципе, можете дальше продолжать его использовать. Потом всё, что вам даёт детоксификацию организма, это тоже помогает от целлюлита избавляться. Вообще целлюлит – это просто токсины, девочки, в большом количестве. Да, кстати, вот я тоже это узнала впервые, что он соединяется с нашими клеточками жира, да? Да, и вот он бывает не только у тех, у кого лишний вес, он бывает даже у тех, у кого нет лишнего веса, потому что токсины одинаково попадают в организм. К тем людям и к этим людям в том числе. Супер. Так, можно ли мёдом заменить сахар? Можно, но я бы не увлекалась мёдом, вот, а так можно, конечно. Так, значит, надо больше употреблять коллаген? Желательно курсы проводить, да, то есть коллагеновые. Особенно если вы заметили, что у вас есть признаки отбисания кожи, вот. Вам поможет коллаген просто добиться результатов, улучшить, да, упругость быстрее, чем вы будете сами, конечно, механическим образом это делать ежедневно. То есть массаж плюс, там, приём коллагена, скажем, этот срок уменьшится, там, 3-4 месяца. Либо если вы не будете принимать коллаген, на чём я, конечно, не настаиваю, да, это выбор каждого, но тогда можно трудиться дома и полгода, и год, вот. И сидеть на правильном питании ещё. И вот такой вопрос ты тоже затрагивала, что, ну, кто-то говорит, как будто, ну, выпил пачку и мне, ну, не увидел результата. Это что делать в таком случае? Что сказать клиенту? Пачка не даст одного результата. Коллаген должен накопиться в организме для того, чтобы он подействовал, да. И, соответственно, когда вы пропьёте всего лишь одну баночку, или, не знаю, там, на её сколько хватает, на 21 день в среднем, или на месяц, этого мало, он у вас годами выводится из организма, и за 30 дней вы не восполните всё то, что у вас выявилось и уже, ну, как бы, разрушилось. Поэтому надо понимать, что когда мы хотим что-то быстрое, вы обращаете внимание на ваш возраст, сколько лет вы уже не придерживаетесь правильного образа жизни, да, и тогда вам станет понятно, что вам примерно половину этого периода нужно, ну, как бы, за собой следить. Вот, и коллаген, его как минимум 3 месяца хотя бы пить нужно, ну, как любые базы, то есть они за 1 месяц могут не дать результата. Потом тут ещё надо понимать, какой результат вы хотите увидеть. То есть если у вас совсем дряблая кожа, и вы пьёте только коллаген, и больше ничего не делаете, и через 3 месяца вы ждёте, чтобы она за уши натянулась, это вряд ли произойдёт, да. То есть если же, опять-таки, у вас комплекс процедур, то есть вы ухаживаете за лицом, вы ухаживаете за телом, и при этом принимаете коллаген, плюс у вас есть массажные техники дома, не обязательно покупать дорогой массаж, достаточно дома перчатками, сами можете это делать, вот, то результаты, они гораздо быстрее появятся у вас на лице, на вашем теле, да, то есть вы сами можете заметить, что в какой-то определённый период после приёма коллагена у вас кожа поменялась, вы начинаете сбрасывать вес, а она как бы не требует дополнительных усилий, чтобы её подтягивать, то есть она раз такая, сама подтягивается уже, вот, потому что коллаген, она синтезируется правильно, вот. Так, ещё вопросы. Анна, рада познакомиться с вами, отличная лекция, знала много полезной информации, спасибо. Очень рада. Так, курс коллагена при обвисании, спрашивают. Ну, здесь, наверное, надо очень индивидуально подходить, потому что непонятно, какая степень запущенности, да, но в среднем, я бы сказала, 3-4 месяца точно надо пить коллаген. И с какого возраста советуете пить коллаген для профилактики? Ну, до 25 лет точно можно идти не пить. Если вы будете разрешаться, начиная с 27, так вот. В принципе, если вам за 30, то уже пора. Или если 25 и много стресса, да? Ну, если 25, то это не обязательно по 3 месяца пить. Вы можете для профилактики, я не знаю, через день, через 2, принимать одну коробочку, и 2 месяца растяните как раз. Не так, чтобы ежедневно. Потому что 25 лет все равно еще, как бы, свои резервы, они достаточно сильные. И просто подкармливайте организм, чтобы дать дополнительные какие-то полезные вещества. А как правильно совмещать коллаген, пуэрхим и химспирулину? Да, когда пить коллаген, да? Утром на тысячах, да? Утром на тысячах, да? Причем, девочки, коллаген? Питьевой или порошковый. Вы можете добавлять в свои смузи. Классно, да? То есть развели смузи, закинули в коллаген. Да, он так вкуснее его. Во-первых, ну, кто со вкусовыми качествами не может себя пересилить, реально так будет вкуснее. Единственное, не надо в сильно горячую воду или в горячий суп не передобъявлять. Не надо делать, да? То есть можно, если, например, у вас крем-суп, на завтрак можете в крем-суп его. Ну, не в горячий, опять-таки. То есть коллаген – это больше только, наверное, вот именно вот такая вот добавка, которая с утра выпивается, как смузи, как с каким-нибудь коктейлем. То есть вот такой вот дополнительный тонус для вашей кожи. Химохим, ну, тут понятно. Химохим вы пьете по показаниям, да? То есть кому-то показано два пакетика в день, кому-то один там с утра кто-то пьет. Кто слишком бодро себя вечером чувствует, тот пьет с утра химохим. Спирулина я себе, ну, как бы сама и своим клиентам советую. Выпиваю две капсулы утром. Вместе запивая коллагеном, да? Да, почти в обрыве купили. Да, такой смузи сделать суперфуд. А чай-плеер на ваше усмотрение. Мита, он в первой половине дня, ну, желательно, конечно, потому что он ускоряет метаболизм, у вас энергию вырабатывает. Соответственно, просто если вы будете во второй половине дня пить, у вас будет, ну, как бы очень много этой энергии, и потом организм должен успокаиваться уже ближе к вечеру, а тут будет обратный эффект. Ну, поэтому, как бы, все вот такие вот бады, которые дополнительную энергию вырабатывают, дополнительный метаболизм осуществляют в организме, их лучше употреблять с утра. Можете в первой половине дня опять-таки развести, вот там до трех часов дня выпивать. Одно другому вообще не очень. И очень много вопросов по поводу того, чем заменить сахар. Можно ли курагой, изюмом, финиками? Спрашиваю. Видимо, гликация всех теперь интересует и заботит. Сухофрукты. Можно, но не больше, да, рекомендованных норм. То есть там, почитайте, по-моему, в предыдущих лекциях я где-то слушала рекомендованная норма. Опять-таки, у сухофруктов тоже есть свой сахар, да, то есть фруктоза, она тоже не всегда есть хорошо, поэтому чересчур многое употреблять не надо. То есть не бросаемся из одной крайности в другую. Брали белый сахар и теперь налегли на фруктозу. Нет, с фруктами в том числе, да, не заменяем фруктами сахар прям совсем. Почему? Потому что, опять-таки, большое количество фруктов у вас будет повышать инсулин. Будет повышаться инсулин, будет что? Будет желание поесть постоянно. Советуют вообще, как бы, диетологи, нутрициологи кушать не больше, там, не знаю, одного-двух яблок в день и то, там, с утра, по-моему. Заменяем сахар стевией, заменяем сахар, если вы привыкли кушать сладкую кашу, то, вот, как раз-таки, утром можно использовать сухофрукты, можно, там, полбанана кинуть в кашу, вот, потом, чем еще можно заменить сахар? Но чаще всего стевией заменяют. Вопрос от меня, и тут, Алтангуль, тоже был похожий вопрос, вот, есть наша перчатка, вот, на слайде, есть еще щетка. Чем они отличаются? Вот, если сухая кожа, можно ли щеткой пользоваться? Если сухая, поврежденная кожа, у вас щетка с очень грубой щетиной, оставит микротравмы. Имейте в виду. И здесь, я, будет немножко не тот эффект, который вы ждали, да? То есть, вообще, если очень сухая кожа, прям, вот, очень-очень-очень, то все-таки помягче отшелушивайте, потому что она будет, ну, вот, в местах, где она тонкая, она просто будет повреждаться очень сильно. А вот эти вот щетки с сухой щетиной, с бразильской, там, натуральной, как их называют вообще, не очень жесткие. И они, кстати, не такие приятные в использовании, как все думают. То есть, чтобы она давала результат, это щетка реально надо прямо вот сильно кожу тереть. А это очень больно. Но разогревает, она круто. Отшелушивание дает шикарное. Результаты тоже хорошие в борьбе с циолитом. Есть, вы делаете это ежедневно. Та-дам! Классно. И еще вопрос можно тоже от меня. Это, что делать, как избавиться от животика после родов? Вроде качаю пресс, да, хожу, но он не уходит, чтобы ты рекомендовал. Да, то есть, если это животик, состоящий, только там кожа чуть-чуть, да, да, такая, ну, и жир немножко. Здесь не просто пресс качается, да, то есть, я советую всем пилотес. Почему? Или пилотес, правильно, все по-разному ударению ставят. Почему? Потому что, как раз-таки, во время проработки упражнений задействуются мышцы тазового дна. Когда задействуются мышцы тазового дна, укрепляются мышцы пресса в том числе. И вот эти вот нависшие, животики снизу, которые появляются именно, вот эта вот складочка начинает подтягиваться за счет укрепления вот комплексно всех мышц. Тазового дна, пресса и торса в том числе, ну, и правильное дыхание. Вот. Это одна из таких вот крутых методик, ну, не тяжелых, да, то есть, не надо тяжело качаться. Это вот одна рекомендация. Вторая рекомендация, если это просто нависшая кожа, и она давно-давно не уходит. Скорее всего, может и не уйти. То есть у меня, к сожалению, нет возможности сейчас показать картинку, что я имею в виду, но это прямо вот совсем дрябло-дрябло-дрябло-дрябло кожа. Если мы вернемся на слайд в предыдущий, там вот прям показано. Чаще всего эта дряблость у пупка собирается, прямо такая сильная, явная дряблость. Вот такую дряблость, ну, девочки, если хочется очень быстро, можете просто пойти и сделать шлифовку. Лазерную шлифовку, либо, опять-таки, плазменную, лучшую шлифовку, это будет быстрее. Два-три результата, в принципе, ой, два-три сеанса, и все. Вот. А если же это просто кожа и просто чуть-чуть жирка, как говорят. Спасибо. Кстати, да, я вижу, что ты пилатесом сама занимаешься, да? Ты занимаешься по Ютубу или ходишь на тренировки в зал? Я в себе комплекс онлайн-тренировок, я идея не покупать, и все педра покупаю. Супер. Да, я тоже слышала об этом, что от животика помогает. Упражнение кегель, мышцы для псаловодна. Можно будет группу поскидывать тоже некоторые комплексы из Ютуба, я поищу. Если у тебя они есть, нам скинь ссылки. Хорошо. Так, и вот дальше вопросы. Можно ли советовать наши варежки для людей, приехавших с отпуска, загоревших и пересушенных? Им я бы посоветовала очень хорошо увлажняться. Советовать им просто крем для увлажнения, потому что если они будут активно себя натирать после отпуска, во-первых, их загар быстро сойдет, за два-три дня, что, наверное, не каждый хочет, если там ситуация с шелушениями, то шелушение активно натирать нельзя. То есть надо дать коже слезть, если было такое, что человек сгорел, и у него начала облазить кожа, дайте ей слезть, увлажняйте ее хорошо, а потом уже переходим к кодочкам. Здорово, спасибо большое. И последний вопрос. Можно ли делать сначала баночный массаж с маслом, а затем все смывать в душе с использованием перчатки, или это перебор? Нет, почему можете сделать баночный массаж, можете все потом смыть в душе с перчаткой, в принципе, одно другому не мешает. Почему? Потому что баночный массаж вам, ну, вы разогрейте кожу, вы дадите хорошую микроциркуляцию, далее вы проведете в душе именно отшелушивание, то есть омертвевших веточек, простимулируете регенерацию, выйдете увлажнить ее. Другой вопрос, если вы это делаете каждый день, то есть если это каждый день и вы себя не очень хорошо после этого ощущаете, то лучше тогда не делайте каждый день, ну, в таком объеме, да, что-то одно или-или. Спасибо за рекомендацию про баночный массаж, у меня есть такая баночка дома, мы для дочи покупали, когда она кашляла, мне ей помогала. Поживочку можно в том числе проводить. Поживочку, классно, да, в аптеке, в любую аптеку можно взять такую баночку, супер, спасибо за шикарную декцию, очень много благодарностей, да, если по чату пробежаться под впечатлением, очень интересно, супер информация, спасибо всем большое за ваши комментарии, обратную связь, это очень приятно, я тоже присоединяюсь к их числу, это было просто очень интересно. Стеклянная баночка, девочки, нет, останутся следы, то есть, если вы немножко переусердствуете, у вас сники, останутся стеклянная баночка. Спасибо, она классная лекция. Спасибо, лекция. Ну что, я заканчиваю запись, сейчас я попал всем спасибо за просмотр. к bucks, давайте.